Свыше 40 школьных и дошкольных учреждений образования обновят в Солигорском районе к началу нового учебного года. Основные виды работ – покраска фасада, укладка нового асфальта, косметический ремонт кабинетов, обновление игрового и спортивного оборудования, а также благоустройство территории. Как обстоят дела на строительных площадках, узнала наш корреспондент Юлия Минич. Ремонтные работы идут полным ходом. Освежается краска на стенах и полах, ремонтируется мебель, благоустраивается территория. В подготовке к новому учебному году активно участвуют коллективы, родители, а также учащиеся. Гимназия номер 3 ждет полный апгрейд. Здание уже кардинально изменилось. В ходе капремонта преобразился фасад, в пищеблоке и столовой заменили окна. Сейчас идут работы на спортплощадках. На стадионе укладывают бортовой камень, затем заасфальтируют беговые дорожки. На баскетбольной и волейбольной площадках уложат современное прорезиненное покрытие. Отдельное внимание озеленению на территории высоте 20-й. Мы запланировали ремонт четырех учебных кабинетов. Это замена мебели, ученической мебели. Дальше косметический ремонт. Сейчас у нас проходит оздоровительная кампания. У нас работают два лагеря. Это оздоровительный лагерь и лагерь труда и отдыха. Дети, которые в лагере труда и отдыха, помогают нам по сборке мебели. Проводят ремонт книг в библиотеке. Работа кипит и в гимназии номер один. Здесь полностью обновляют пищеблок. Уже заменили вентиляционную и канализационную системы, а также сантехнику. В столовой на полу будет плитка, а стены задекорируют камнем. Параллельно в гимназии ремонтируют кабинеты. Новый вид приобрел и конференц-зал. Дополнительно установят мультиборд, закупят мебель. Не забыли и про дошколят. Так на территории детского сада номер 24 укладывают тротуарную плитку. Площадь работ почти 1400 квадратных метров. Закуплено игровое и спортивное оборудование. Также появятся и новые цветочные клумбы. Еще решается вопрос по фасаду нашего здания в ближайшее время. И если решится положительно, значит будет организован ремонт. Здание вообще наше с 1978 года принадлежало сразу Беларусь-Калию. Такая большая работа впервые проводится. Ну а так мы косметические ремонт здания делаем ежегодно. Это коридоры, прачечная, пищеблок, группы. Работа началась практически уже на всех учреждениях образования. Единственное, по двум учреждениям завершаются торги по выбору подрядчика. А так практически работу началась везде. Работы ведутся во всех локациях и на селе, и в городе. Но основной упор в этом году сделан именно на учреждениях городские, поскольку здесь будут проходить основные мероприятия, основного праздника Дожилки. Масштаб работ внушительный. Всего в Солигорском районе в этом году обновят более 40 городских и сельских школ и садов. На это выделено свыше 4 миллионов белорусских рублей. Юлия Минич, Андрей Кульгавый, СТВ.